Дорогие дамы и господа, мне очень приятно вас приветствовать в гостинице Англитер. Мне немножко неловко, что я сижу в центре стола, потому что мне кажется, что главные люди, благодаря которым происходит то, что и происходить через полтора часа будет то, что будет происходить, это, конечно же, Райф Айзенбанк и Фонд Кинотеатр. Они были и идейные вдохновители, и организаторы, и, в общем, когда эта идея возникла в воздухе, с нашей стороны, гостиница Англитер старается быть частью с художественными работами. Для нас это все очень важно, и мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы подобные события происходили в городе с нашим участием, с нашей поддержкой. Поэтому я еще раз хотела бы вас поприветствовать в гостинице Англитер, поблагодарить вас тоже за поддержку этого мероприятия, и поблагодарить организаторов, посвящителей Райф Айзенбанка и Кинотеатр. Спасибо. Спасибо. Алексей, пожалуйста, вам спасибо. Для нас, несомненно, большая честь представить современное европейское кино с австрийским акцентом в Петербурге. Мы очень надеемся, что все люди, которым неизвестно современное кино, найдут что-то новое и интересное, и необычное. Мы отобрали лучшие фильмы, которые были участниками фестивалей. Это фильмы прошлого сезона и текущего сезона, познавательным и захватывающим, и надеемся повторить это мероприятие в следующем году. Поэтому приглашаем вас в австрийское кино. Серьезно. Первое, я начну благодарить вас сейчас сильно. И не думайте, что это будет формальность. Это неформальность абсолютная. Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо нашему маленькому юбилею, двухлетию. И вообще каждый день пребывания здесь – это праздник. Хоть он и не простой, но праздник. И Наталья так лукавит отчасти, говоря, что, знаете, мы тут вообще даже не понимали, что происходит, и так далее. Может быть, кому-то из вас или из гостей фестиваля удастся прорваться на одной из культовых автопатий, связанных с фестивалем. Я вас уверяю, что австрийские специалитеты и с австрийскими рискингами, я думаю, развернут любого нелюбителя австрийского кино, струмом австрийского кино «Ж». И, понимаете, приходишь в гостиницу, заходишь в ресторан итальянский, говоришь «Здравствуйте, у нас фестиваль австрийского кино. Давайте мы с вами сделаем специальное австрийское меню по этому поводу». Я вас уверяю, что количество таких ресторанов в Санкт-Петербурге стремительно движется в цифре ноль. Но вот все-таки один нашелся, и это ресторан «Барсалина», это ресторан, приезжающий этой дястинице. Поэтому это не просто сегодня Наташа сидит между нами, она так скромничает, но это не будет. Поверьте мне. Поэтому, понимаете, там заранее освободить зал, тут же всякие конференции, какой-то бизнес движется. А мы тут раз, заняли его на неделю, жестко смотрим кино, никого не пускаем, это тоже дорогого стоит. Наташа, спасибо, правда, не никуда движется. Теперь про банк. Ну, вы знаете, что подобного сорта истории, их много, и они у нас все живут. Амфест, Бритфест, норвежское кино, что у нас такое, французы. Например, я вот не хватил, конечно, с собой, пожелай, не приходя в сознание, у нас фестиваль 28-го австрийский закончится, а 29-го у нас уже начинается чешный фестиваль. То есть так, жизнь бурная. Но, чем отличается все-таки вот эта программа от всех остальных, это, наверное, впервые в истории подобного сорта событий фестиваль родился здесь, в Питере. Ну, только единственный, наверное, финский фестиваль, который, ну, понятно, в силу своей геополитической приближенности всем тут топчемся вместе на Карельском перешейке, он как бы стартует из Петербурга и потом там переезжает в какие-то другие города страны. Вот в этом году впервые в фестивале австрийского кино, благодаря инициативе, усилиям и поддержке Райфайзена, стартует отсюда, из Питера. Это повлекло, ну, например, то, что даты сдвинулись традиционно, нетрадиционно было всего лишь, по-моему, одно или два таких попыток делать его в Москве. И мы, да, возвращаясь к Амфесту, к Амфесту, мы все видим уже как бы реплики такие, да, то есть сначала нас стреливают в Москве, а потом там через недельку приезжают к нам. А сейчас все наоборот, сейчас мы все стартуем отсюда, из Петербурга и, возможно, потом даже съездим в Москву, если сильно попросить. Поэтому фестиваль в этом смысле уникальный и необычный. Безусловно, это внимание, оно и участие банка, оно не шуточное, оно как бы связано не только с, о чем мне очень приятно говорить, не только о том, что это связано с принятием некого стратегического решения. Алексей, вы много ему олицетворяете, все-таки принять такую смелость, сказать, да, вот мы это будем делать. Но еще его надо делать. Соответственно, мне очень приятно, вот я хотел, чтобы человек даже поднялся, хочу попросить ее, Андрея, подняться. Вы должны этот человек обидеться. Вот кто двигатель, так это точно она, это я вам хочу сказать. Я такой стартер, может быть, а двигатель точно она. И мне очень приятно, что у нас действительно с банком сложились очень приятные дружеские, партнерские отношения, что это не просто, знаете, договорились, перевели денег, а что-то произошло. А это действительно совместное детище, которое мы спорили, отбирали совместные фильмы, что-то брали, от чего-то отказывались, составляли совместное расписание, там, критиковали и ругались по поводу буклета, который вы держите в руках и так далее, и так далее. Это детище, настоящее детище, выношенное и предложенное к вашему вниманию совместно. Это мне тоже очень приятно, я хотел бы это особенно сказать. Ну и последнее, собственно говоря, вот я тут только что давал интервью, и, в принципе, многие из вас уже услышали, а какой практический смысл, вообще зачем? Вот я вам хочу сказать, что это на самом деле большая смелость, с одной стороны, и большая мудрость, с другой стороны, я имею в виду с точки зрения действия банка, мы-то, в общем, понятно, диссиденты, в хорошем смысле этого слова. Но для банка, тем более для такого преуспевающего, серьезного в городе, поддержать соответствующую историю в этот такой момент напряженный, критический, когда там политики все там перебираются в новостях и так далее, и так далее, понимаете? Я вот к этому отношусь большим скепсисом, я считаю, что соревноваться в гадостях – это последняя история, которая может быть на самом деле. Никогда этим не занимался, заниматься не буду. Чем мы будем ближе друг к другу, я имею в виду со всеми странами, со всеми нациями, с Европой, с кем угодно, чем мы будем больше друг друга понимать, тем будет лучше. И культура – это та субстанция, на которую очень трудно ввести санкции. Можно, конечно, чтобы вы понимали, одна из копий, например, фильма «Открытие» по всей день лежит на таможке в Москве. Но остановить это невозможно. И мы стремимся к абсолютно благие намерения, спасибо банку, что нас поддержали. Мы стремимся к тому, чтобы люди были ближе, понимали друг друга, смотрели кино, общались. Может быть, мы говорим на разных языках, но, поверьте мне, посмотрев всю программу, мы поверим, что ценности у нас одни и те же, более-менее. Человеческие. Да. Поэтому спасибо, что пришли. Я понимаю, что это не конец, сейчас будут вопросы. Тем не менее, хочу еще раз сказать спасибо и Наташе, и Алексею. И спасибо. И себе. Спасибо большое. Так, ваши вопросы. Я могу сказать, я небольшой специалист в области австрийского кино. Насколько я понимаю, буквально недавно закончился медиафорум, где был такой товарищ по фамилии Нелепа, Боря Нелепа, который большой знаток в этом кинематографе. Он представлял программу Лакарна, фестиваль Лакарна, швейцарского, правда, но это вообще там недалеко, как вы понимаете, друг от друга. Он, наверное, вам больше бы сказал деталей и особенностей. Что меня поразило в этой программе, это потрясающая разножанровость. То есть мы стартуем с комедии, ну, такому-что немножко экстравагнатной, шокирующей комедии, но темнее комедии. А заканчиваем исторической мелодрамой, костюмированной, дорогой, просто полноценной. Проходим за это все время, за время фестиваля, абсолютно разножанровые картины, которые для такой весьма небольшой страны, на секундочку, «Безрастудная любовь» — это особый взгляд Каннского фестиваля, «Альтер-эго» — это «Панорама Берлинали» и так далее, и так далее, и так далее. Номинант на «Оскара» прошлого года. У нас, к сожалению, выпал фильм «Темная долина», замечательное кино, которое, безусловно, попало изначально в отбор сразу же. Но так получилось, что фильму повезло, и у него появился после Канн-отборщик, извините, прокатчик, который в России выпустил кино в прокат. Оно прошло, но месяц назад уже у нас было здесь, в регулярном показе, то есть регулярные сеансы шли этого фильма. И поэтому, естественно, уже вернуться к нему во время фестиваля получалось немножко назойливо для зрителя. Так оно было в широком прокате. А вот эти все фильмы, они, к сожалению, не нашли прокатчика пока. И, возможно, это будут единственные показы в Петербурге или в России. В Петербурге точно, а в России, может быть, может, мы все-таки этот фестивальчик куда-то отправим. Поэтому это первое. Второе, что, если то, что меня, безусловно, порадовало, вот это как бы для, я думаю, будет очень интересно для профессионалов, и мы об этом говорили часто, если мы говорим о медиарынке со многими, то это образец кубродакшен, понимаете, да? Чудая страна Австрия. Ну, такая бы, это, наверное, Ленинградская область по большому счету. Правильно? Вот. Ну, хорошо, плюс еще там Новгородская. Вот. Смотрите, что происходит, да. Потому что вы открываете, как бы, список стран. Австрия везде, действительно, в первом месте. Здесь было принципиально, что это австрийское влияние, как бы, австрийский креатив, как бы, да, скажем так. Но финансы, Германия, Люксембург, Швейцария, понимаете, да? То есть, то, что люди собираются вместе, они, конечно, им проще, они ближе к менталитету, они в едином каком-то юнионе там находятся, европейском. Но, тем не менее, это, в общем, достаточно характерно. Вот. Поэтому я бы не стал какие-то говорить, там, не знаю, банальности в отношении креативной части, потому что кино – это вообще вещь. Хоть и килийная, но она, все-таки, весьма персональная, да? То есть, у каждого свои ощущения. Ну, вот эти два обстоятельства, безусловно, в этой программе, с моей точки зрения, налицо. Ну, и второй вопрос. Нет, может быть, не очень корректно. А вот, когда люди сходили, собирали, говорили, сказали, наверное, постол будет австрийский. А вот здесь... Концол. Я вам расскажу. Это история детективная практически. Значит, смотрите. А, как я вам сказал, мы активно со всеми общаемся. Посольствами, консульствами и так далее. Все друзья и так далее, и так далее, и так далее. Я как-то сначала, изначально заботился о той ситуации, что мы так пустили этот слух, и стало понятно, что мы это делаем, и все серьезно, это уже произошло несколько месяцев тому назад, и вроде как мы в пути. Но при этом никакой реакции от австрийцев не было. При этом прибежали Чехи уже давно, там, мы тут с ними бихеровку будем наливать, там, через неделю, там. Ну, то есть, в общем, жизнь. А тут как-то тишина такая. У меня товарищ хороший, он возглавляет представительство Министерства иностранных дел в Санкт-Петербурге. Я ему звонил, говорю, слушай, что за ерунда вообще? Где эти люди вообще? Телефон я на сайте взял какой-то 2757203, что-то там. Он вообще... Я ему наизустью рула, что я звонил, говорят, дня 4 подряд. Кто занят, кто не берет. Выяснил, нету австрийского консульства в Санкт-Петербурге. Его полномочия переданы финскому консульству, который осуществляет за него выдачу виз и т.д. и т.п. Поэтому у нас нету такой позиции. Ну, а из Москвы мы шишли шошу. Сами не справимся, что ли. Так, ладно, ну, где? Ну, было, два года назад, как видите. Так что можете об этом написать, к сожалению. Это очень интересно. Несмотря на отсутствие... То есть, там был почетный консул, то есть, вообще сейчас... Нет, был почетный консул, то есть, он не исполнял обязанности консульской службы, то есть, не решал проблемы, вопросы и не работал на дипломатическом уровне, но представлял каким-то образом интересы, там, вот, собственно, таких светских историях, пятое и десятое. На сегодняшний день, два года, ну, как ни существует. Могу официальную справку из Министерства на страны где просто. Так что вот так. История в этом смысле отчасти печальная. И возможно, что этот фестиваль побудит Министерство на страны где власти открыть здесь и вернуть сюда срочно консул. Скажите, пожалуйста, а вот вы не планируете на этот фестиваль или на следующий приезд гостей к фестивалю? Да, объясню. Значит, какая ситуация? Смотрите, к сожалению, в этот раз нам не удалось этого добиться по одной причине, потому что у нас программа сложилась достаточно нервно и уже, так сказать, в конце, как бы достаточно, да. То есть об этом нужно заранее думать, потому что там за месяц людей звать бессмысленно. Все уже в каких-то проектах там и так далее, и так далее. Беусловно, сейчас задумывая, допустим, уже каким-то образом следующая история, мы все-таки, я думаю, это сложим. И это первое. И второе, безусловно, хотелось бы, чтобы, скажем так, это было не только на один регион, а хотя бы на два-три. Ну, тогда иметь какую-то экономическую более целесообразность человека вытаскивать, понимаете, хотя бы Москва-Питер, чтобы вот так сложилось. А так как у нас все-таки в этом году впервые в Питере, то вот на один регион это получалось немножко тоже накладно. Вот. Это обстоятельство такое серьезное, поэтому не приезжает, к сожалению, никто, хотя пытались приглашать, были какие-то разговоры, но они не увенчались успехом. К сожалению, к великому. А, безусловно, вернемся к этой теме, я надеюсь, на будущий год. И вот дай Бог, Алексей поддержит нас. И мы как-то к этому подойдем более системно просто. На самом деле, уже на уровне, так получилось, что мы начали этим заниматься где-то в конце лета. И уже как бы отшумели основные форумы, с которых можно было что-то вести, да, я веду кинофорумы. Вот. И поэтому обычно там все-таки это решается. То есть, если сейчас заранее такая задача будет стоять, то тогда, соответственно, это очень просто. Сразу тепленьких надо брать, после примера мировой день там в Каннах, и, соответственно, вести сюда. Спасибо. Еще, а кого вы рассчитываете на просмотрах увидеть? Какого возраста, как вы думаете, у вас зрителя? Какое образование? Вы знаете, разные зрители, я считаю, абсолютно могут это прийти смотреть. Мне кажется, что по большому счету тут ни возраст, ни материальное положение не является каким-то отражением, потому что мы пытались подвести такую статистику в целом по кинотеатру, например. Иногда люди приходят по там на те 250 рублей, дают по там 10 рублей и монетками отсчитывают. Иногда приходят там черные платиновые, American Express'ы прокатывают. Как их понять, кто они? Я не знаю, разные люди, любящие кино, я думаю. Это не определяет какие-то социальные группы или что-то еще. То есть это, в общем, зал небольшой, с одной стороны, с другой стороны зал очень емкий, который собирает такую какую-то эссенцию публики, питерская, я считаю. Вот, и, ну это уж вообще наша специализация, кино на языке. Многие ругаются и говорят, ну слушай, вы показываете только иностранное кино, чтобы выпускать с чистой воды. Я говорю, вчера я как раз участвовал в одном разговоре, вы только на английском показываете. Я в Москве тоже была вечеринка, показывали Камских Львов в фестивале рекламы. Я говорю, вы только на английском показываете, почему на японском тоже показываете, и на калийском. Вот на немецком сейчас будем показывать. Это как бы вопрос пристрастия. Поэтому я думаю, что правильная публика, определенный образом обремененная интеллектом. То есть, в основном, программа лучшей памяти, если мы по очереди, давайте. Не, не, давайте, давайте. Извините, там уже... Получается дискуссия. Да-да, пожалуйста. Простите. Извините. Андрей, информагентство «Телеграф». Хотелось бы спросить, а каковы ваши предпочтения? Или, может быть, с другой стороны, чуть больше раскроете это, чем то, что написано в букве? Что мне больше из этого нравится? Ну, я вам честно хочу сказать, что я не видел три фильма полностью, то есть, я видел только трейлеры, читал описание, читал отзывы. Я бы остановился на том, все-таки мне удалось, по-моему, ставить эту точку, хотя она была во многом единогласна, это безрассудная любовь из того, что здесь есть. Я думаю, что этот фильм наиболее для меня интересен. Ну, например, фильм «Трещины в бетоне», который такой отчасти трэш и такая как бы жесткая современная история, мы его специально попозже поставили, чтобы детей не пытались привезти, вот, скажем так, хотя у нас все 16+, но тем не менее. Но он тоже на любителя, но он как бы откровенен по-своему, да, то есть, это такой срез современной жизни со всеми ее плюсами и минусами, поэтому не берусь тут выбрать что-то. Я бы особо обратил внимание на программу «Короткого метра», потому что это, как бы, такой сразу много флешбеков, такие, так сказать, возвращения коротких вещей, которые дают ощущение понимания молодым именам каким-то людям, которые стартуют. Поэтому, ну, мы знаем, программа абсолютно классическая, мы чего-то нового такого с точки зрения подготовки не принесли. Она простая, фильм «Открытие», фильм «Закрытие», что-то в серединке плюс «Круткометражки», на самом деле. Классический рецепт. Но, еще раз говорю, основной достоинство все-таки это некий свежий срез и две российские премьеры, я считаю, что это, в общем, очень и очень здорово, потому что нам удалось об этом договориться, и нас услышали, и нам реально подтвердили эти права. То есть, чтобы вы понимали, это не пиратские, скачанные на торрентах истории, да, то есть это, как бы, все по-взрослому, с переговорами, с факсами, там, с инорами. Да? Спасибо. Извини, может быть, я немножко... А какие программы, вот вы сказали, да, премьеры российские? Открытие и закрытие. А. Открытие и закрытие. То есть, соответственно, безрассудная любовь и... Суперак, суперак. Суперак, да. Я просто хотела подачнуть, в основном интеллектуальное кино, как бы, охарактеризовали, или есть какие-то фильмы коммерческие в нашем, или вообще вообще не снимают коммерческие? Нет, понимаете, я не думаю, что вообще не снимают коммерческое кино. Это суперак, я думаю, вполне коммерческое. Хотя, если говорить о коммерческой, ну, как бы, народоступности, то, безусловно, ну, давайте, лукавить не будем, да? То есть, то, что у фильма не появилось российского дистрибьютора, это отчасти ответ. Но, с другой стороны, понимаете, я вам приведу такой простой пример. Вот этим летом, вернее, даже весной, да, весной, ну, весной, началом лета, вышла картина, которая называется «Моя большая испанская семья». А кто не видел, запишите, качните где-нибудь, уже она лежит в интернете, ну, уже в прокате, ну, и в диск купите, я не знаю, или там она просто, или комфор, даже в подписке в каналах висит. Посмотрите, я вам хочу сказать, что это лучшее, что я посмотрел за последние полгода. Про фильм не знает никто ничего. На испанском языке надо смотреть, с русскими субтитрами. А как же Печкин вчерашний? Почтавел. Я провоцирую, я нахожу. Нет, я понимаю, что вы провоцируете, вот, вот, журнал «Город» вот интересуется по поводу Печкина, значит. Я думаю, что это хорошая тема для вашего следующего предзапроса, по поводу Печкина. Да, я поговорю всегда с Редактором. Да, с Андреем Сергеевичем. Я сейчас посмотрела, и я просто выхомнила. А почему? Ну, увидите, это позиция определенная. Я считаю, что позиция очень сильная. Я про Кончаловского, если вас это интересует. Я с большим... Не могу сказать... Мне кино не понравилось, честно. Мне тоже. Но я с большим уважением к этому человеку отношусь. И его позиция в отношении и Оскара, и в отношении того, что... Честно говоря, если бы мне сказали, что это поставить прокат, я бы не глядя сказал «да». И ошибся бы, правда. Ошибся точно. Но при этом, как бы, это же сильно, понимаете, как... Отдаться первому каналу, надо... Будьте здоровы. Спасибо. На какой-то вечер, и, соответственно... Проката же не было как таковой. Он уже бессмысленно вообще. То есть, если, скажем, неделю назад об этом еще можно было как-то дискутировать, а сейчас уже это все... Уже никто не возьмет просто. Я уже даже не возьму. Хотя, в общем, мы, в принципе, ближе всех кинотеатров в городе к этому контенту стоим. Поэтому ответ... Замечательно, молодец. Спасибо. Так и надо делать. Надо делать кино для себя. А если оно еще понравится миллионам, значит, вы меня не любите все. Пожалуйста, еще вопрос. А вы скажите, пожалуйста, как студенты попадают... Ну, с моей точки зрения, там, 150 рублей за билет это вообще весьма доступная цена в городе. Там, на цена. 150-250. 150-250, да. А это очень доступные цены, с моей точки зрения. А с одной стороны, с другой стороны, еще раз говорю. Мы очень дружим со всеми, как бы, и если институт как-то повернется к нам в лицом, то мы тоже повернемся. Но пока, как все. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Вот у меня вопрос к Наталье. Скажите, пожалуйста, а вот с появлением в вашем отеле кинотеатра что-то изменилось? И в какую сторону? Да провокационный вопрос. Вопрос провокационный не отвечает. Не более, сколько будет вопрос. Вы знаете, мне, на самом деле, очень хочется ответить на этот вопрос. Потому что я уже сказала ранее, что Англитер очень хочет участвовать в культурной жизни Бестербурга и всячески старается поддерживать искусство и культуру. И идея, она, наверное, обсуждалась на протяжении какого-то периода времени. Общение и мысли, все это было достаточно сложно. И становление нашего сотрудничества тоже было достаточно сложно. Я не выкапываю сейчас. Потому что, как оказалось, люди, которые работают в лотерейной индустрии и люди, больше привержены к искусству, они очень часто спотыкаются какие-то, знаете, бытовые, скажем так, мелочи, но которые нужно было обсуждать, потому что сотрудничество должно было сработать. И обе стороны хотели, чтобы это сотрудничество действительно превратилось во что-то большее, чем просто два партнера решили что-то сделать. Поэтому, что касается изменений, которые произошли, ну, во-первых, те люди, которые приходят в кинотеатр, мне кажется, что это любознательные, образованные, интересующиеся культурой искусства, кино люди, которые оказались в Англитере, и это уже дает нам возможность считать себя, что мы каким-то образом поддерживаем тех людей, которые к этому стремятся. Я признательно очень ставлю за то, что он очень энергично берется за любую задумку, которая у него рождается в голове, и воплощает это все, потому что действительно подумать о чем-то можно, но чтобы это превратилось во что-то, к этому нужно приложить усилия. Мы, конечно, всячески со своей стороны поддерживаем, но все равно идеи и вот какой-то такой вдохновительский талант, он идет, конечно, со стороны кинотеатра. И я думаю, что в данном смысле у нас получился очень лаконичный, очень дружественный альянс, который, я думаю, привлечет большое количество и просто посетителей в кинотеатр, и партнеров, желающих проводить подобные события. Райфайзенбанк, вот видите, в этом году делает фестиваль австрийского кино. В общем, это становится действительно очень хорошей, доброй традицией. Как Стас сказал, да, вот проходит один фестиваль, потом уже есть планы на проведение других фестивалей, и действительно жизнь кипит, и это очень приятно, и мне очень приятно, что мы являемся частью этой культурной жизни в Петербурге. Спасибо. У меня еще вопрос есть к Алексею. А сотрудники Банка будут ходить в кино? Они обязаны или как? Никто не обязан к части, но мы очень надеемся, что будут. Мы проводили внутреннюю пиар-компанию, связанную с этим фестивалем, и была даже викторина, и люди очень активно участвовали. Поэтому мы нажимаем, что будет очень много сотрудников. Главное, чтобы клиенты приходили. Можно я еще один реверанс в адрес банка сделаю? Ничего не будет много, это только начало. И вообще-то недели будет очень много. Но благодаря банку мы обрели 10 бесценных книг Зайделя, метод Зайделя. Бесконечно любимый режиссер. Не просто книг, а с его личным автором. И вот, собственно, надеемся на вас, что вы сейчас донесете до всех желающих, что мы устраиваем розыгрыш этих 10 фолиантов, 10 зданий с подписью Зайделя, личным автографом, среди всех, кто придет на этот фестиваль. Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно прийти три раза и сохранить билеты. При предъявлении трех билетов у вас и у всех зрителей сохраняется шанс получить одну из этих просто реально, я думаю, книжек, которые станутся библиографической редкостью уже очень скоро. А когда розыгрыш будет? Розыгрыш будет в конце фестиваля, естественно. 27-го или 28-го? 27-го, 28-го. Ну как, закончится фестиваль? 28-го, я так понимаю. 28-го. И когда мы поняли? 28-го? 28-го, ну на последнем, собственно, наверное, на последнем сеансе, да, потому что, да, собственно, когда уже можно будет предъявить три билета. То есть, три разных билета. А в прессу? А в прессу? Да, мы с тобой не попадем. А у тебя билета не будет, тогда не будешь разыгрываться. Ну вот. То есть, пожалуйста, мне ужасно наивный вопрос, я запрошу за наивность, мне это не есть. Как это происходит? Как вам помогают и вкладывают деньги во что? Вот, например, закупают фильмы за фестивальский? Как это? Вот что делает банк? За что вы благодарите? Ну, знаете, наверное, Станислав лучше пойти на вопрос с вот этой точки зрения, но для нас значение не то, что вот, был вопрос относительно того, что представляет собой австрийское кино, но это, наверное, вопрос о том, что представляет собой Австрия. Австрия, если вы помните, австро-венгерская монархия, и это очень разная, разноплановая культура, и она открыта ко всему. Если вы обратите внимание на вот так называемый западный мир, то вот Австрия стоит особняком, потому что ментально очень удивительно, если к нам. И для нас, как для банка, который представляет в том числе эту страну, имеет значение перенести и показать это российскому зрителю в Российской Федерации. Именно поэтому для нас вот... Так что вы сделали? Вы что купили там у него? Тамерская тайна. Нет, тайны никакой нет. Права стоят денег на фильмы. Фильмы просто так дают. Понимаете, люди, вложившие сотни тысяч, миллионов в производство, они, естественно, хотят каких-то денег от показа своего фильма. И когда кино еще свежее, то это, естественно, не копейки. Я не буду озвучивать цифры, но это серьезно. Кроме этого, само по себе проведение фестиваля, понимаете, это весьма тоже дорогостоящая история. Я имею в виду полиграфии, я имею в виду перевоз этих фильмов сюда, доставка этих корби сюда и так далее. И, безусловно, когда речь идет о прокате коммерческом, допустим, я беру и показываю кино в тысячи кинотеатров. Эти расходы я делю на тысячу площадок. А когда я показываю это на одной площадке в фестивальном режиме, то, что я же, ну, я не знаю, я могу только показать, сколько еще отелей у нас, где есть кинотеатры, больше нет. То есть, понимаете, да? Эти расходы падают камнем на одну площадку. Это как театр. Эти расходы невозможно купить. Для этого нужен спонсор финансовый партнер, физический, который в первую очередь... Я не понимаю, какие расходы взял, поставил на корнифильмы. Эти платы не вредят. Ну, я хочу извиниться еще раз. Сообщить вам, что показ любого фильма стоит определенной суммы, достаточно серьезной. Вот это точно не имею права называть. Но я не могу просто качнуть это с торрент и показывать здесь. В последнем случае я не буду называться цивилизованным человеком. Поэтому, в первую очередь, то есть львиная доля, больше половины тех средств, которые ассигнованы на фестиваль были, она идет на покупку прав на эти фильмы. Соответственно, да, безусловно, мы заложили возможность там двух-трех показов. Это нам позволит, в частности, если мы соберемся потом повторить эти показы фильмов, в том числе и в Москве, например, и так далее, и так далее. Но изначально это определенного сорта расходы, достаточно существенные. Которые, может быть, являются не столь существенными, когда мы говорим о привозе фильма, как я вам сказал, на тысячу кинотеатров, да? Вы эти разделили на тысячу, а в данном случае мы на тысячу умножили. Понимаете, да? То есть, 100 рублей, когда вы везете это кино и показываете в тысячи кинотеатрах, у вас получается там 0,1 копейки на кинотеатрах, понимаете, на один экран. А в данном случае это весьма существенные расходы. Вот, потом, извините меня, еще никто не отменил субтитры. Я, например, не настолько блестяще владею немецким языком, соответственно, каждый фильм должен быть подготовлен к показу. Должен быть переведен, подготовлены субтитры, наложены, привезены, загружены и так далее, и так далее. Это серьезная работа организационная, техническая, технологическая и так далее, и так далее. Но, повторюсь, еще раз говорю, что я был приятно поражен и удивлен тем, что это не просто, знаете, скажут, там, ну мы там вам деньги перевели, там, до свидания, увидимся 21-го числа. Вот, и все. И дальше встретились 21-го числа на пресс-конференции. Это было не так, и мне это очень приятно, то, что банк был реальным соучастником. Участвовал в обсуждении программы, согласовывал дизайн, спорили по поводу того, сказать, что брать, что не брать, куда заводить, что не заводить. Это реально совместное детище. Это не, и я не, вот, именно вот здесь, я даже не хотел здесь на первой страничке появляться. Я считал, что в любом случае это вот, ну, либо вместе, либо никак. Это важно. Понимаете, когда организации, которые занимаются всем другим, у них другой бизнес, они деньги делают из денег. Самый прибыльный, вообще самый ликвидный бизнес, по большому счету. Они делают деньги из денег. Зачем это им? А кажется, им не просто это надо. И когда эта организация поворачивается к тебе лицом, говорит, да, давайте вместе, а вот то, а вот все, а вот здесь проблемы, а приехали, а не приехали, а как это будет делаться, и так далее, и так далее, и так далее. Безусловно, какие-то свои профессиональные навыки мы включили по полной программе. Но это реальное партнерство, и в этом смысле мне это очень приятно, потому что это не безразличная история, понимаете? Я не буду называть другие имена выдающихся банков, с которыми мы здесь тоже взаимодействуем. И я их тоже люблю, и тоже самые теплые слова и воспоминания. Но вот подобного сорта эксперимента в практике кинотеатра первый раз. Именно поэтому мы об этом так подробно сегодня говорим, наверное, первый раз. Потому что, ну, вы знаете, у нас много еще было уже, мы друг друга знаем уже не первый месяц. И вы понимаете, что здесь происходит все, в каждом мире что-то происходит. Но вот такого сорта сотрудничества со спонсором, когда спонсоры действительно не безразличны. И не для галочки, и не для того, чтобы закрыть какие-то деньги в бюджете. Спасибо. После подведения финансов в этот год, который еще не закончился. Я не понимаю, в чем частичность моего ответа. Мы российский банк, зарегистрированный на территории Российской Федерации, но тем не менее мы родом из Австрии. И поэтому это часть миссии банка, в том числе показать, что представляет собой, что это сделать. У нас там розыгрыш был, что, билетов на сеанс банка? И много участников? Всего много. Я не знаю, и я скажу, сколько участников было? Но в первые 12 минут все угадали, да? Мы опубликовали понедельник, и в течение 12 минут были определены победители. Мы рассыпали 5 приглашений на 2 персоны, и книги, которые вам заняли на 12 минут, понадобилось нашим коллегам ответить на вопросы об Австрии и ее национальных особенностях, культурных отличиях, о том, что есть австрийское кино. Понятно, что на какие-то вопросы коллеги знали ответы, часть системы, наверное, помогли им, но в течение одного часа более 40 ответов мы получили. И спрос среди внутренних клиентов, которые работают в австрийском банке и понимают, что такое банк иностранный, что такое австрийская, австрийская культура, наверное, есть, и надо заинтересовать в том, чтобы прийти. Надо ужесточить церкви. Спасибо. Вопросы посложнее, что-нибудь такое. В следующем году. Я хотел еще привлечь ваше внимание, сейчас будет предложен чай-кофе, и у вас будет возможность почувствовать все-таки то, о чем я говорил, наверное, в какой-то части «Вкус Австрии», да, потому что в Австрии есть такое замечательное блюдо, которое называется «Кайзершмара». Сегодня будет не просто чай с плюшками, а чай с «Кайзершмаром». Спасибо вам большое. Это очень специальный австрийский десерт, исключительно характерный только для этой страны. Ну, в принципе, для Севера Италии, ну, Австрия, Севера Италии, ну, в принципе, это австрийский. Кайзер, ну, как «Кайзер» можно, не австрийский, да. Так что с рецептом можно ознакомиться у шефа «Food and beverage», который там ходит за стеклом часа. Не знаю, раскрою твердый секрет. Вопрос точно непростой. Так что, в общем, и на самом деле это тоже одна из линейки, я позволю себе коллеги простят, мне надеюсь, если я использую время еще, чтобы сказать одну вещь. Вот сейчас за стенкой идет еще одно начинание, которое сегодня так совпало, просто давно было намечено, уже было трудно какой-то с длинной. Ну, там не очень много сегодня людей, к сожалению. Но мы повторим это как-то в более широком формате. У нас такая штука «Кинус». В Перу строго навписался, попробовать что-то приготовить, посмотрим, что им сегодня получится. А, в принципе, это как большая линейка такая будет, серьезная. То есть, как бы, рекорди пока никто не взялся за эту историю. Вот мы отчасти, вот, тоже пробуем здесь, в Барсалинов, вот, в австрийском кино, с австрийскими специалитетами, пробуем эту историю продвигать. В итальянском ресторане представлены. Да. Это говорит о выдающихся способностях шефа этого ресторана и толерантности менеджмента гостиницы. Знаете, не хочу итальянскую, хочу же австрийскую. А завтра будет чешская, кстати говоря. Желающие могут, кстати, пройти, получить программу чешского фестиваля, которая уже буквально сейчас приехала. Как горячий пирожок. Девушки спрашивают, какое кино показывают. Каждый день в течение недели. Не волнуйтесь, я вас напугал, что у нас сегодня нон-стоп для утра австрийского кино. Звучит. Но, судя по вашей готовности остаться, я, честно говоря, обольщен. Я думаю, что программа удалась, значит, тогда изучать. Мы только с конференцией стали спорить, это реальный человек в чьих-то глазах или это компьютерный глазах? О, кстати, замечательно. И это реальный человек? Если то останется за так. Просто уже сразу прототип наш. Это женщина. Я, да. Ну, прототип. Вам скорее нравятся и пугают? Нет, нравится. Скорее нравится, глаза красивые. Только выражение ужаса, может, меня пугают. Это, по-моему, не удивление. Интересы, интересы, наоборот. Удивление, да. Интересы. Интересы к кино. Ты сейчас перед фестивалем. Да. Ну что ж, на этой радостной ноте я предлагаю закончить нашу прет-конференцию. Спасибо большое.